Если идут двое, то младший держит старшего справа, и мы сразу можем понять, кто из них младше, а кто старше. Если идут девушки, соблюдается то же самое правило. Справа идет старшая. Если же идут трое, самый старший идет посередине, самый младший идет справа от него, а средний идет слева от самого старшего. Это предусмотрено для того, чтобы если появится какое-то поручение, младший отлучается, а двое оставшихся идут в правильной позиции. Если идут больше трех, то самый младший держится правее всех. Соблюдаем ту же позицию, что и в предыдущей сцене. В случае, когда идут парень и девушка, любая девушка идет справа от парня, кроме его супруги. Супруга идет слева. В данном положении мы можем наблюдать, что слева от парня идет его супруга, с правой стороны любая другая родственница или просто знакомая. В данном случае мужчина идет с двумя родственницами или знакомыми. Они, в свою очередь, соблюдают правила старшинства. Если парней и девушек больше, чем один человек, то они идут в два ряда. Днем парни спереди, девушки позади, ночью девушки спереди, парни позади. Каждый ряд сам соблюдает правила старшинства. Если мы видим, что идут двое парней, а справа явно идет младший, то значит этот младший является Шурином и идет справа в дань уважения. Мы видим, как идут двое парней и одна девушка. Девушка идет справа, значит она им просто родственница или знакомая. Парни идут, соблюдая старшинство. Младший держит старшего справа. В данном же случае девушка является супругой одного из парней, а именно того, кто держит ее слева.